Паника среди вкладчиков банка РБК растет. Отсюда и резонные вопросы к директору Южно-Казахстанского филиала Национального банка. Когда, наконец, будет создана рабочая группа, открытая для обсуждения, будет ли банк ликвидирован или получит материальную помощь. А если банк обанкротится, и люди пойдут по процедуре страхования банковских депозитов. Это затянется, судя по примеру других банков, на шесть месяцев, а может и на год. Сейчас банк работает, у него решения суда нет того, чтобы прекращать деятельность банка. Лицензия у него есть. В случае, когда, например, по решению суда, что банк прекращает свою деятельность, тогда будет со стороны фонда гарантирования выплачиваться гарантированная сумма депозитов. Вкладчики банка РБК до сих пор не могут получить полностью свои депозиты от банка. Кто-то остается без денег на квартиру, а некоторые жалуются, что рискуют лишиться жизненно необходимой операции. В отношении банка РБК нацбанком применена ограниченная мера воздействия в виде письменного предписания. По данным финансового института, письмо регулятора поступило в банк 20 октября. Что касается общей ситуации в регионе, то прогнозы финэкспертов вполне радужные. Инфляция не превысила обозначенного коридора. Тенге укрепляется, и население стало больше доверять нацвалюте, открывая депозиты в национальной валюте. Объем депозитов в нацвалюте за месяц увеличился на 9,3%. Что касается покупки американской валюты, то за месяц объем покупки наличных долларов США в обменных пунктах стал меньше на 36,7%. Растут и доходы от инвестирования пенсионных активов. Это значит, что будущие пенсионеры стали богаче. С начала года чистый доход увеличился на более чем на 500 миллиардов тенге.